Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, наши телезрители, наши зрители, все, кто присоединился сегодня послушать нас. Спасибо вам большое. Мы, конечно, ставим перед собой весьма амбициозную задачу в нашей сессии «Биоэкологические факторы». И амбициозность этой задачи заключается в том, что мы хотим рассмотреть такую тему с разных ракурсов. С тех ракурсов, которые наиболее актуальны сейчас, потому что мы столкнулись с большим количеством вызовов, особенно в 2020 году. Конечно же, мы начнем с классических факторов, которые связаны, скажем так, с химическим загрязнением окружающей среды. И здесь нам поможет опыт, который сейчас продемонстрирует ряд компаний, ряд спикеров, находящихся в нашей панельной сессии. В первую очередь мы будем отталкиваться от примера загрязнения неразлагаемыми пластиковыми материалами почв. Как это можно впустить в плюс, скажем так, и все-таки заботиться об экологии. Потому что, по данным Всемирной организации здравоохранения, причиной ухудшения здоровья на первом месте стоит все-таки ухудшение экологии. И здесь мы сталкиваемся еще с одной проблемой и с вызовом, который характерен только пока для 2020 года. Пришел к нам впервые, распространился по всему миру. Конечно же, мы говорим здесь о пандемии коронавируса, которая так быстро распространилась. И вот хочется тоже понять, а связано ли это с биоэкологическими факторами, с ухудшением, может быть, с глобальным потеплением, изменением климата и прочего. Это, скажем так, второе направление нашей беседы, насколько мы можем противостоять этим вирусам, этим вызовам, насколько быстро можем их локализовать и устранить. Ну и, конечно же, каждый человек является движущим механизмом, скажем так, бизнеса, экономики. И говоря о биоэкологических факторах, которые с разных сторон влияют на конкретного человека, мы также затронем сегодня и влияние на бизнес в целом. Потому что пандемия коронавируса показала, что закрытие практически большинства стран мира на карантин, на длительный карантин, очень большой ущерб нанесло не только бизнесу, но экономикам в целом. Вот как справляться с этими вызовами, как имплементировать их, скажем, в текущую бизнес-модель каждой компании. Об этом мы также поговорим на сегодняшней сессии. Ну и в конечном итоге наш форум называется «Будущее управленческих профессий». Поэтому, конечно, не обойтись нам и без обсуждения того, как биоэкологические факторы, которые сейчас присутствуют, возможно, и в рисковом формате, как они меняют будущее профессии, что будет востребовано дальше и какие изменения уже происходят сейчас в направлении управленческих профессий. Ну а сейчас я представляю наших экспертов. Рашид Исмаилов, председатель Российского экологического общества. Елена Вишнякова, директор по связям с общественностью группы компаний «Эколайн». Дина Епифанова, руководитель направления по корпоративной ответственности и устойчивому развитию «Тетропак». Дина к нам будет включаться по видеосвязи, машет нам рукой, вы можете все ее видеть. Дина, добрый день. Лариса Попович, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШ. И Павел Колычев, директор по юридическим вопросам группы компаний «Русские башни». Ну и сейчас для того, чтобы понять вообще, от чего мы отталкиваемся, от какого базиса, я передаю слово Рашиду, который расскажет нам как раз об экологических вызовах, рисках, возможностях, простите за тавтологию, которые сейчас есть. Рашид, вам слово. Лена, спасибо большое. И спасибо Ассоциации менеджеров за эту дискуссию. Вопрос действительно актуальный. Мы сталкиваемся с глобальными вызовами, со страновыми вызовами, с локальными вызовами. Но я бы не связывал, вы в подводке сказали про вызовы и про взаимосвязь, возможность пандемии с климатом. Это разные направления, разные движения, и они одновременно сейчас наложились. На днях мы видим, как климатические изменения просто с лица земли стирают территории. Это Запад-США, штаты западные, они просто выгорают. И наложилось очень много факторов, которые мы, ну мы, я говорю, мы-то, у нас как раз в стране с контролем и с неким прогнозированием неплохо дело обстоит, а вот там наши коллеги американские, они то ли это прозевали, и получилась очень неприятная история. Наложилось критически высокие температурные режимы, там в районе 55 градусов рекорд был поставлен, плюс горячий сухой ветер, 120 км в час, тоже аномалия, и грозы. Грозы, которые несколько сотен гроз и молний за короткий период времени. И все это разносится, все это просто вот идет такое уничтожение территории. Люди погибли, дома горят. Вот как с этим бороться, что с этим делать, это угроза, но это в основном, конечно, климатические изменения. И здесь вопрос в адаптации, если вот я сейчас этот кейс проговорю. Вопрос в адаптации. У нас в России есть план, план по адаптации к климатическим изменениям. Мы сейчас не оцениваем, хорошо или плохо климатические изменения. Повышается температура или, может быть, в отрицательную сторону изменения происходит. Но самое главное, чтобы мы, человечество, могло адаптироваться. Вот у нас в России есть план по адаптации. В чем он заключается? Есть конкретные шаги, которые делаются. Будут в каждом субъекте Российской Федерации разработаны паспорта климатической безопасности. У нас субъекты все разные, климат везде разный, условия разные, в том числе экономические. Для каждой отрасли будет создан тоже свой паспорт. И в компаниях будут имплементированы эти требования, которые будут зашиты на верхнем уровне. Такая сквозная адаптация к климатическим изменениям. Ну и дополнительная нагрузка, наверное, финансовая на компании. Мы же говорим о рисках сегодня. Вы же сказали в своем приветственном условии, по вступлению. Рисками надо управлять. Разумеется, если ты сегодня тратишь какие-то средства дополнительные на риск менеджмент, то ты, управляя рисками, профилактикой занимаешься, уходишь от более глобальных, более серьезных. Вот опять же, те же пожары, пример Соединенных Штатов. Если мы говорим о сегодняшнем состоянии промышленности и давлении на негативном воздействии на природу, на человека, то мы тоже с этим сталкиваемся. А пандемия, вы знаете, в чем ее прелесть? Я понимаю, что у нас профессиональные спикеры немножко разовьют эту тему с пандемией, но я хочу ее в каком свете немножечко преломить. Это фобия. У нас теперь у современного человека появилось две фобии – экология и медицина. И теперь мы хотим дышать свежим воздухом, мы боимся заразиться, мы боимся, чтобы нам ничего не прилетело. Даже вот наши ограничения, масочный режим – это тоже некая граница. Мы ментально пытаемся психологически защититься от угроз, от этих угроз. И по всем рейтингам, действительно, по всем опросам, экология становится вот таким фактором благополучия, качества жизни. Кстати говоря, у нас это и теперь прописано, и в руководящих документах. Я имею отношение к реализации государственной политики, и с удовольствием скажу, что у нас последний указ президента, всем известный по национальным целям, он содержит четкие ориентиры по качеству жизни. Качество жизни и снижение воздуха, и обеспечение благоприятной среды обитания. Все это в фокусе. Но теперь мы, на мой взгляд, это правильно. Мы переходим от просто какого-то общей такой картинки. Вот надо сохранить природу, нужно обеспечить охрану окружающей среды. Да, это нужно. Но мы теперь фокус смещаем на человека. И вот здесь очень важно, чтобы мы понимали, что все-таки человеческая жизнь – это абсолютная ценность, наше здоровье – абсолютная ценность. И вокруг нас должно все быть. То есть косвенно любое негативное влияние на природу, оно отражается на нас, на людях. Вот здесь, наверное, в этом аспекте тоже нужно сделать, нужно сделать, ну, такое внимание на это обратить. Но это те факторы, на которые сам человек, ну вот, даже если он ведет здоровый образ жизни, он не может повлиять на внешние факторы, и в частности на экологические. То есть здесь получается, что забота государства в первую очередь, забота компании. Вы правы, да, совершенно верно. Государство вообще, я считаю, вот экология – это социальная функция государства. Государство должно обеспечить экологическое благополучие. У нас в Конституции это записано. У нас с вами наше право на экологическое благополучие зафиксировано, прогарантировано в основном законе нашей страны. Другое дело, как это развивается в реальности и как это… А как развивается у нас в реальности? Сколько у нас есть времени для того, чтобы это экологическое благополучие не стало зоной глобального риска? Оно у нас – это зона глобального риска. Оно уже, это уже зона глобального риска. И с точки зрения угроз, которые любое предприятие, добывающее себе, несет, примеров у массы. Всем известная авария недавно в Норильске. Это современное производство. В предприятии у нас очень много, кстати, таких вот спекулятивных вещей. Я тоже, когда читаю эти лекции для студентов, я им говорю, ребята, фильтруйте, фильтруйте. У нас очень много спекуляций в информационном пространстве, в телеграм-каналах, в СМИ, в соцсетях. И предприятия спекулируют на это. Многие декларируют очень красиво, показывают презентации, декларируют свои программы, свои политики корпоративные. Но потом, когда это все доходит до реального исполнения, это все ограничивается посадкой деревьев и что-нибудь еще. Но затраты, которые должен нести бизнес во всем мире – это практика, это нормальная практика. Есть институт имиджевого какого-то восприятия в СМИ, в обществе. Но это репутационный институт. У нас он не очень работает. И надо реально в тех территориях присутствия, бизнес должен реально заботиться, реально тратить существенные средства на некую компенсацию того ущерба, который любой бизнес несет в своем хозяйстве. Ну да, если мне не изменяет память, то в зарубежной практике вообще, если компания не находится в рейтинге экологического благополучия, ей даже могут не выдать, например, какой-то кредит в банке и прочее. Совершенно верно. Обязательно. Это уже стало из области не просто как разговор, а именно дело, которое приводит в движение весь бизнес-механизм. Вы правы. Это норма. Это норма. Вот насколько мы быстро готовы этот западный опыт перенять. Есть у нас какой-то базис для того, чтобы сделать быстро на эту ситуацию? К сожалению, у нас это быстро не получается. Есть компании, которые представлены и зарубежными акционерами, у них корпоративные стандарты. И есть компании, которые торгуются на внешних рынках и на финансовых рынках. Для них это важно, потому что это критерии их оценки капитализации. А у нас, к сожалению, пока... Я не за весь бизнес не хочу сказать. Я все-таки сторонник, вы знаете, экологической диктатуры, поэтому я такой поддавливаю, всегда поддавливаю, чтобы они расслаблялись. Но пока-пока ментально наши бизнесмены и акционеры не готовы к большим тратам на экологию. Вот не готовы. Экономика, да, сэкономить, как-то оптимизировать расходы, издержки, и все это в приоритете. А вопросы экологии, КСОшные, все дела, они все так там где-то на факультативе. Ну, к сожалению. Да, Норникель тому пример. А я бы вот специально не называл сейчас бренды и компании, чтобы никак не это самое не... Ну, это резонансная история, которую можно найти, собственно, в открытых источниках. Ну, разумеется, да. Поэтому можно, наверное, здесь и не скрывать какие-то имена. И действительно, это, наверное, уникальный случай с таким огромным, громадным штрафом, многомиллиардным, на сотню миллиардов. И это говорит о том, что сейчас действительно экологическая тема именно в этом году почему-то так сложилась. Наложение многих факторов, вот как Рашид нам сейчас рассказал, действительно не в пользу, скажем так, экологического благополучия. Ну, вот, Рашид, мы сейчас также говорим о цифровизации всех сфер, скажем так, нашей жизнедеятельности. А в направлении экологии, биоэкологии есть какие-то направления, которые можно оцифровать для того, чтобы улучшить? Всю экологию нужно оцифровать. Это неизбежный процесс. Мы без цифры не обойдемся. Это тренд общемировой, глобальный тренд. Мы немножко опять запаздываем. Причем здесь первую скрипку играет корпорация. Все-таки корпорации очень хорошо цифровизуются, а государственный аппарат притормаживает. А вот что мы имеем в виду, говоря о цифровизации экологии? То есть когда большие данные мы обрабатываем, мы понимаем, что это имеется в виду? Есть конкретные прям вещи. Например, вопросы, связанные с мониторингом состояния окружающей среды, состояния атмосферный воздух, сбросы-выбросы. Условно на каждой трубе должен стоять датчик, данные, с которого мы должны получать. Эта информация должна быть обработана. Обработана доступно, открыто для нас, для людей, которые вообще в этом не разбираются. Но мы в любое время должны зайти в интернет, на какой-то сайт и посмотреть, чем мы дышим, какую воду мы пьем. Это должно быть доступно. Это наше право, а цифра в этом только поможет. Ну вот мы посмотрели, мы поняли, что не очень хорошо обстоят дела, например. А дальше что с этим делать каждому конкретному человеку, который изучил и обработал для себя, проанализировал эти данные? Во-первых, ты можешь к этому каким-то образом адаптироваться, ограничить либо свои выезды в этот день, либо, если нельзя никак изменить образ жизни, место жизни ограничить и давить или влиять на принятие властями управленческих решений соответствующих. Прекратить спекуляции относительно состояния. Ну да, в том числе, да. То есть открытость. А вот спекуляции, мы тоже вот сегодня уже, да, несколько раз затронули эту тему. Скажите, в таком случае, а где объективные информации? Вот чтобы не покупались наши, например, зрители на те спекуляции, о которых вы говорите, где брать информацию? Мы должны верить, у нас кредит доверия, кризис, прошу прощения, доверия в обществе. Мы не доверяем властям, мы не доверяем бизнесу, мы вообще никому не доверяем. Кому вы рекомендуете доверять? Ну, есть, должны быть официальные, вот верифицированные данные, чтобы мы понимали, что это официальный орган власти, который несет ответственность за эту информацию. То, что мы с вами где-то в Инстаграме видим, и ох, ох, у нас там превышение ДШ, мы же не знаем, каким датчиками это проверялось. Это соответствует ли это оборудование требованиям, там, лабораторий соответствующих. Государство, это роль государства, вообще экология, я уже говорил, это социальная роль, задача государства, это их зона ответственности, ну их, в смысле, органов власти. Государство в целом, конечно, это некое эфемерное понятие, органов власти. Уполномоченный орган власти должен за это отвечать. Есть еще маленький пример, если позволите, чтобы я время занимал. Да, конечно, у нас достаточно много еще. Например, цифра может помочь даже в защите наших с вами прав. Мы сталкиваемся с большим количеством обращений граждан, которые не понимают, например, кому обращаться. Вот у них речка загрязнилась, они не разбираются, они и не должны разбираться, и даже мы не разбираемся. И даже те люди, с которыми я общаюсь во власти, они тоже не разбираются. Они говорят, надо изучать. Вот человек пишет письмо большое со своей болью, он говорит, у меня во дворе загрязнилась речка там или водоем. Это письмо уходит в органы власти. У нас есть федеральный закон, который предусматривает 30 дней ответить на это письмо. Вы знаете, какая практика есть? Я секреты не открою нашим зрителям, и вам тоже. Практика такова. Многие чиновники это используют. На 29-й день человеку приходит ответ. Извините, мы изучили ваш вопрос. Этот объект не в нашей зоне ответственности, не в нашей подведомственности. Пожалуйста, направьте это письмо, ваш запрос туда-то. И начинается вот этот футбол. Люди разочаровываются в диалоге с властью, и отсюда опять доверие, ну теряют доверие. Вот если у нас будет цифровой механизм и какая-то система, где не нужен вообще человек, где человек... Ну да, искусственный интеллект будет собирать и объективно предоставлять. Я не могу сейчас в банку любой тебе звонят, ты даже не понимаешь сначала, ты с человеком разговариваешь. Ну сам иногда мне звонят, я начинаю, да, да, отвечать. А потом я чувствую, что это не только, это подвох. Начинаю понимать, что меня же со мной-то разговаривает, ты же не живой человек. Это, кстати, да, как-то сначала меня это шокировало. А потом привыкли, да? Потом привык, да. Да, и начинаешь вроде с ней что-то, диалог какой-то выстраиваешь. Но когда ты говоришь о проблеме, ты видишь, что она зафиксировалась, ее приняли. Кому она расписана, что она сразу идет тому, кому надо. У тебя есть полная картинка, когда кто к тебе приедет на следующий день, как отреагирует. Но это ведь история не ближайших нескольких лет, это скорее даже десятилетий в нашем формате. Да нет, десятилетия это долго. Нет, сейчас в ближайшее время, я знаю, что Роспроднадзор делает такую систему, готовит систему. Для меня она как выглядит, как некий такой экоинцидент системы. Знаете, у нас есть инцидент системы, по которым органы власти мониторят соцсети и соответствующие решения принимают в зависимости от результатов мониторинга. Вот такой экоинцидент должен быть создан. И, кстати, компании могут тоже на себя это взять, такие как крупные, как Ростелеком, например. Почему нет? Это социальная роль, и это помогает, цифра помогает защитить наши с вами конституционные права на благоприятную среду обитания. Спасибо большое. Вот предлагаю на этой ноте виртуально поаплодировать за выступление Рашиду. Спасибо вам. Мы еще вернемся. У меня много вопросов. Хотелось бы немножко дальше пойти от глобальной ситуации, которая сейчас складывается в экологии в России, перейти к рискам, которые существуют на фоне загрязнения. У нас как раз Елена представляет компанию, которая может раскрыть нам подробно те риски и возможности, которые существуют по переработке, точнее по утилизации, может быть, какой-то более эффективной тех пластиковых неразлагаемых материалов, которые загрязняют нашу с вами среду, нашу экологию. И вот как раз мы приходим к тому, как с этим жить. Ну, да, спасибо большое, что вы меня пригласили. Я, наверное, начну с того, что немножко объясню, чем мы занимаемся. Группа компании «Колайн» занимается обращением с отходами. Мы крупнейший оператор в Москве, в частности, поэтому мы очень хорошо знаем, что находится у вас в мусорном ведре. И не только у вас. И мы знаем, как это можно переработать или утилизировать, то есть можем рассказать о захоронении. — Без ущерба для окружающей среды. — Вот. Но так не бывает. Без ущерба не бывает. Понимаете, вот мы сейчас даже уже начали разговор, Рашид говорит, о том, что есть... Я сейчас не буду возражать, я буду дополнять предыдущее выступление, потому что, да, есть крупные корпорации, есть принцип «загрязнитель платят», при котором тот, кто производит упаковку, должен её, собственно, утилизировать. У нас сейчас идёт огромная дискуссия на эту тему, мы только что даже в коридоре слышали обсуждение этой дискуссии и планируемого совещания на эту тему, по расширенной ответственности производителя, по тому принципу, как это будет действовать, кто должен платить. Ну, то есть, знаете, я часто провожу встречи с населением, с бизнесом, с молодёжью, и они рано или поздно кто-то на этой встрече скажут, вы знаете, я недавно был в Европе, ну, теперь уже говорят, давно был в Европе, и я там видела, там вообще всё по-другому. Вот у нас тут двухпоточная система раздельного сбора, а в Европе вот под стекло отдельный контейнер, там, значит, тут бумагу отдельный, под пластик отдельный. А почему у нас так нельзя? У нас так тоже можно. Просто там, где вы видите такую систему, это работает нормальная, правильная система расширенной ответственности производителя. Когда тот, кто производит товар, изначально понимает, что ему ещё нужно позаботиться об утилизации, о переработке этой упаковки. Если он её перерабатывает, то это один взнос, а если её захоранивает, то это взнос, ну, несколько больше. Соответственно, в этом же процессе принимает участие и ритейл, потому что ему проще упаковать это в то, что можно переработать, или хотя бы в то, что маленькое. К примеру, если вы пойдёте в европейский магазин покупать условные три куска сыра, вам их завернут в бумагу. Бумага такая, под вопросом, потому что это, скорее всего, бумага будет с пластиковым слоем, но её будет там 10 граммов. Если вы пойдёте в Москве в магазин, в любой, вам дадут подложку из спинённого полистирола, которую сверху замотают стрейч-плёнкой, чтобы вы пришли домой и радостно это выбросили в своё ведро. Потому что никто за это не отвечает. Да, компании должны за это отвечать, но за это ещё должны отвечать, да, и государство тоже должно отвечать. А кто больше должен быть? А чья ответственность в данной ситуации? Есть ещё третий участник этого процесса – потребитель. Не может за это отвечать государство или эфемерный бизнес. Мы не продаём право на индульгенцию. Мы не даём разрешения творить эти отходы, создавать их больше и больше, только потому, что за них уже кто-то заплатил. Без этого не бывает. Если все вместе будут объединяться перед решением этой проблемы, если это будет проблема и государства, и бизнеса, и потребителя, тогда мы будем видеть какую-то динамику. Но смотрите, а потребителю ведь зачастую вообще не дают никакого права выбора, потому что вы приходите в этот магазин, в котором существует только такая упаковка. Вы не можете сказать, заверните мне, пожалуйста, в бумажку, в газетку. У вас всегда есть выбор. Нести в руках. А? Нести в руках этот кусок колбасы, раз уж мы начали с этого примера. Я знаю массу людей. Эта масса людей по сравнению с той же Москвой оценивается мной лично в субъективном порядке в 1-3% населения. Это очень маленькая масса. Но их очень много, если в абсолютных цифрах считать. Люди, которые выбирают место, где покупать. Те, кто ходят на рынок. Там ничего в полисероловой подложке не укладывают, потому что продавец на рынке платит за эти подложки. Не какой-то магазин купил, а это делает сам продавец. Это его себе. Это он себе в структуру расходов включает упаковку. Другой вопрос, что ему проще взять композитный пакетик, который дешевле, чем обычный пластиковый пакет, который не перерабатывается. Это уже следующая проблема. Но человек умеет себя контролировать. У нас 21 век. Мы уже вышли из помпасов и умеем себя контролировать. Так может быть тогда это ответственность звена ритейла? Конечно, я и говорю. Это ответственность звена ритейла, звена производителя, звена государства и звена самого потребителя. По одному никто работать не будет. Либо мы вносим какие-то существенные изменения в расширенную ответственность производителя, надеюсь, нас там сейчас слышат, и они немедленно повесят всю эту ответственность на ритейл. Но это тоже неправильно. Это должна быть некая раздельная ответственность. Каждый, как в раздельном сборе. Вот сюда сухие, отходу сюда смешанные. За это платит ритейл, за это производитель. Тогда должна быть какая-то система штрафов и примирований. Абсолютно. За то, что ты разложил это все, либо нет. То есть это свод законов неких должен быть. Нормативных актов, скорее, да. Совсем недавно мы завершили самое масштабное за последние 10 лет исследование морфологии сухих отходов, раздельно собранных отходов в Москве. И как раз вы меня спросили про пластик, мне есть что на эту тему сказать. Значит, в типовом баке для раздельного сбора половину занимает пластиковые отходы. Половину по объему. Мы понимаем, что стекло нельзя сравнивать с пластиком, у них слишком разный вес. То есть там 30 бутылок пластика весит, как одна бутылка стеклянная. Половина этого бака состоит из пластика. Половина из этого пластика не будет переработана, потому что она не перерабатывается. Вот, собственно, вот проблематика. Вот с нее и начинаем работать. Вот эта половина, то есть 25% от каждого бака с сухими отходами, нормально собранными, поедет на полигон. Ну или на мусорожигание, когда у нас достроят все заводы. Какой здесь есть выход относительно, например, вот этого пластика? Что с ним делать? Может быть, международный опыт нам поможет? Вы знаете, я думаю, что здесь поможет перенастройка бизнеса с усилием маркетинга на усилие устойчивого развития. К сожалению, сейчас система довольно часто, она уже меняется, но все еще выглядит, как противостояние маркетинга с принципами устойчивого развития. Когда маркетинг стремится продать, невзирая на устойчивое развитие, а устойчивое развитие там сзади, значит, говорят, стоп, 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 пластика слишком много. Подожди, мы это продаем. Мы считаем продажи не от устойчивости, а от вот этого количества продаж. Например, мой любимый, кстати, пример, попытка соединить маркетинг с устойчивым развитием. Не буду сейчас бренда называть, один только назову, потому что это очень смешно. В одном из магазинов появился, ну, к примеру, шампунь или гель для душа, я не помню. Он выполняется в пластике номер два, очень легко перерабатывается, пользуется популярностью, огромное количество линий. То есть, собирай, не хочу, ценится. Один из немногих видов торсеря, который ценится. И на нем был такой, знаете, стикер из фольгированного пластика, вот такого размера, на котором было написано. Вы, покупая этот шампунь, вы помогаете фонду WWF. Я не знаю, они в курсе или нет, но как бы вот этот вот как раз кружочек, он не перерабатывается, он поедет на помойку. Каким образом в данном случае компания помогла фонду, неизвестно. А есть ли какая-то альтернатива той самой пластиковой упаковке, которая бы разлагалась, либо не наносила такой ущерб, который сейчас? Это я сейчас вынуждена буду перейти к своему выступлению на 40 минут про честный пластик, но я, пожалуй, оставлю его на следующий раз. Если вкратце, то да, существует, и она не обязательно разлагается. Мы приветствуем, перерабатываем. Вообще государственная политика, как и международная политика, предполагает следующую градацию ответственного подхода к отходам. Наиболее предпочтительный способ обращения с отходами – это их необразование. Это первое место, то есть когда вы не используете лишнюю упаковку. На втором месте – повторное использование. Это когда, если уж вы используете пластиковый контейнер в упаковке, вы его делаете таким, чтобы человек его потом поставил себе на полку и складывал в нее что-то, то есть не выбросил. Я вот недавно заказала одну вредную еду, ее привезли в картонной коробке, на которой была вот такая наклейка. Не выбрасывай меня, во мне можно хранить вещи. Вот я считаю, это прямо очень правильный подход. А на третьем месте стоит переработка и раздельный сбор. И вот если мы подходим к этому пункту, а мы как бы понимаем, как надо предотвращать и реиспользовать, но все же мы отвечаем за раздельный сбор и переработку, то здесь мы говорим о том, что упаковка должна быть из одного вида пластика, чистая, не композитная. Хотя на композитную я сейчас отдельно остановлюсь. Здесь есть очень важная оговорка, которая меня, несомненно, очень радует. Это должен быть не биоразлагаемый пластик. В России нет промышленных ресурсов для того, чтобы компостировать пластик, а биоразлагаемый – это просто присадка, которая его разбивает на микропластик. Мы все знаем о вреде микропластика. И кроме того, если мы бутылку есть, есть вообще непонятные вещи, то есть PET-бутылка – это самый популярный вид вторсырья среди переработчиков. Возможно, потому что он самый дешевый? Нет, извините. Потому что он всегда одной формы, у него всегда одна толщина стенки, он всегда сделан из одного пластика. И как бы переработчик, когда получает, ему не надо думать, это вот PET или не PET, он точно знает, что это PET. И его можно всегда перерабатывать. Вот какие-то умники умудрились добавить туда биоразлагаемую присадку. Биоразлагаемая присадка на переработке поджигает всю партию. То есть человек купил себе партию, а я не скажу, что это высокомаржинальный вид бизнеса, и сжег ее, потому что там кто-то придумал вот такое сочетание маркетинга и устойчивого развития. Поэтому пластик не должен быть биоразлагаемый. Если он компостируемый, значит, у вас должна быть под боком ферма, на которую вы это компостируете, вы знаете, куда он поедет и как он будет там закомпостирован. Он должен быть стандартного цвета. Вот эта бутылка бывает бело-голубая, зеленая и коричневая. Все, что неоновое, оно уже не собирается в отдельные партии, потому что ты эту партию копишь, это 20 тонн нужно отправить, это сложно. Ну хотя бы 500 килограмм набрать, это много. Ну и все, собственно. Вот простой рецепт простой упаковки, которую можно будет... И самое главное, нужно понимать, кто ее соберет и где она будет переработана. Она будет переработана где-то в России? Конечно, конечно. Слушайте, это настолько невысокомаржинальный бизнес, что никто это никуда не повезет. Это должно перерабатываться в России. В России сейчас существует, ну, я знаю, 220 заводов по переработке. Давайте тогда буквально два слова, а насколько это... Как это повлияет на потребителя? То есть будет ли перекладываться та расходная часть, которая связана с переработкой? Я секунду все-таки про композит договорю, потому что иначе получится. Композитная упаковка, это когда в нее добавляется какое-то еще. Например, сверху пластик, изнутри фольга. Сверху бумага, изнутри фольга. Либо всем нам известный тетрапак, в котором наливаются напитки. Сейчас мы в Дине подключимся. Я хотела бы как раз передать привет тетрапаку, потому что это сначала бумага, 70% это бумаги, потом это пластик, а потом это алюминий. И если на рынок выпускается такого рода продукция, такого рода упаковка, компания должна о ней заботиться. Ну, то есть думать, что с ней происходит дальше, после использования. У тетрапака есть система переработки. У нее есть заводы, у нее есть технологии. В первую очередь, конечно же, разработанные технологии. И есть заводы, где это происходит. Поэтому композитная упаковка возможна при большом количестве, если. Мы делали экспериментальные подборки партий и фольгерного пластика, и оберток от шоколада, от конфеток, вот этих гибких полимеров. Но пока это все на уровне эксперимента. Мне кажется, вот сейчас очень хороший мостик прозвучал в сторону следующего спикера. Спасибо большое, Елена. Опять же, вам виртуальные аплодисменты, я надеюсь, от наших зрителей. И мы переходим к видеосвязи. Дина Епифанова, руководитель направления по корпоративной ответственности и устойчивому развитию Тетрапак. Дина, добрый день. Вы нас слышите? Да, здравствуйте. Меня хорошо слышно. Да, вас тоже прекрасно слышно. Но вот от Елены вам... Елена вам передала большой привет. Даже не знаю, это был какой-то вызов, чтобы вы рассказали. Прозвучало несколько, да, двусмысленно. Вот хотелось бы понять, какие есть способы переработки того продукта, той тары, которая присутствует на вашем производстве. И возвращаясь, опять же, к нашим более глобальной истории. Вообще, в принципе, как вы видите вот эти биоэкологические угрозы, опять же, с прицелом на то, что вообще является, скажем... Я поняла. Да-да-да-да-да, на то, что является конечным каким-то финальным продуктом, в том числе и ваше производство. Да, спасибо. Я поняла ваш вопрос. Я сейчас покажу слайды. И не знаю, что точно имела в виду моя коллега из Эколайн. Но на самом деле именно с Эколайн у нас очень позитивный опыт работы в Москве по раздельному сбору отходов. Это, на мой субъективный взгляд, самый продвинутый оператор по обращению с отходами, который действительно изо всех сил делает все, чтобы прогрессировать и перейти вот из этой системы линейной экономики, когда использовали ресурсы единожды и выкинули, да, к системе циркулярной экономики, когда все фракции, которые можно переработать, перерабатываются. И как раз вот то, что мы делаем в Москве вместе с Эколайн, это вселяет надежду в лучшее. И я действительно буду говорить сегодня в том числе о переработке, но не только. И открываю свои слайды. Видно ли мой компьютер? Дина, вот Елена очень хочет пояснить буквально два слова. Да, я не ожидала просто такой реакции, потому что я как раз искренне передала привет компании, которая заботится о своей упаковке, разработала технологию, строит завод, ну, в смысле, поставляет линии, помогает приобретать переработчикам линии. И довольно сложная упаковка имеет у себя будущее переработки. Значит, у вас тандем и синергия. Я думаю, что я думала. Спасибо большое. Так, Дина, вы можете тогда приступить к своей презентации? Да, именно так. Вы сейчас правильно поняли. У нас тандем и синергия. Да, я приступаю к своей презентации. Очень было приятно слушать предыдущих ораторов. В частности, удивилась тому, насколько сейчас зазвучала тема изменения климата. Буквально год или два назад, когда я начинала об этом с кем-то разговаривать, это был такой разговор со стеной. Очень хорошо, что у нас сейчас повестка меняется, и мы говорим далеко не только о мусоре, потому что это важная проблема, но далеко не единственная. И вот как раз от вас прозвучал вопрос, и у меня даже есть на него ответ. Сколько нам осталось с точки зрения времени? ООН считает, что на сегодняшний день осталось 10 лет для того, чтобы человечество предприняло усилия, и проблема изменения климата не стала необратимой. То есть пока она еще управляема частично, но у нас не так много времени. Вообще, конечно, то, что сейчас происходит глобально с точки зрения объективной картинки экологической, оно не может не тревожить. Я сейчас не буду каждую цифру, наверное, комментировать, вы их хорошо видите, но вот одна из них, например, то, что один миллион видов животных и растений сейчас находятся под прямой угрозой вымирания, не может тоже не беспокоить. И всем нам, наверное, хотелось бы, чтобы наши дети и внуки видели те же самые виды животных, которые для нас являются обыденными, нормальными, чтобы они не исчезли. И это тоже одна из тех проблем, о которой стоит говорить. Если мы посмотрим на то, как потребитель реагирует на произошедшее, тут тоже очень хорошие цифры. Сейчас я их просто и коротко попробую объяснить. Глобальное исследование, сюда входила выборка из России тоже, 13 стран. И так вот, 65% населения на сегодняшний день уже хотят, скажем так, голосовать рублем, голосовать сердцем за бренды с большой целью, за бренды, которые ставят себе не только бизнес-цели, но и серьезные цели в области устойчивого развития. При этом, если вы спросите тех же самых людей, а что это за бренды, что это за компании, лишь 45% в состоянии их назвать. То есть на самом деле спрос на такой более дружелюбный для окружающей среды и социума бизнес, он не удовлетворен. И об этом тоже стоит помнить. И несколько российских цифр, это тоже масштабное исследование, которое мы заказываем каждые два года, это российские цифры, какие экологические проблемы волнуют россиян в первую очередь. На первом месте это загрязнение воздуха, на втором месте тоже по праву обезлесенье, потому что если просто используют древесину и не думать о последствиях, это большая угроза, в том числе для изменения климата. Это пластиковый мусор в мировом океане в целом, но и пластиковый мусор в принципе, и истощение природных ресурсов. Вот такие вот топ-4 вопроса, которые беспокоят россиян. Также очень хорошо, что сейчас к этой тематике приковано буквально большое внимание и медиа, и некоммерческих организаций, и правительство, потому что это, безусловно, дает большой стимул для того, чтобы мы все прогрессировали с большей скоростью. Времени, как мы говорили, уже не так много, на то, чтобы эти вещи были необратимыми. Как это преломляется с точки зрения бизнеса? Например, мы, Татарапак, бизнес не только на самом деле упаковочный, мы также производим большой спектр оборудования для пищевой промышленности, но, конечно, нас знают в первую очередь по упаковке, по картонной упаковке для напитков. Как преломляется вся эта объективная картинка на наш бизнес? В первую очередь мы сфокусированы на трех вопросах. Это изменение климата, это те материалы, которые мы используем, и это, безусловно, переработка отходов. Я действительно начну с конца, потому что, в общем-то, 99% вопросов и дискуссий, которые происходят, они про отходы. Поэтому я начну с этого, тем более, что любезно перекинули мостик на эту тему. Не надо бояться того, что упаковка имеет не один материал. На самом деле, любая упаковка, которую мы считаем мономатериалом, имеет несколько видов самых разнообразных материалов, и это было бы неправильно говорить, что Татарапак имеет три материала, а другие состоят из одного. Нет, это не так. Если вы приглядитесь, практически не бывают упаковки, которые используют только один материал. Вот, как правильно сказали, самое главное, что с этими материалами произойдет после. Будет ли он раздельно собираться и достигнет ли он, или сортироваться на мусоросортировке, достигнет ли он, в конце концов, переработки. И да, действительно, в нашем случае существует технология, причем она не одна. Не буду сейчас очень подробно погружаться, если кому-то любопытно мой имейл будет, мы поделимся, потому что просто ограничение по времени есть. Но, тем не менее, наша упаковка в классической технологии перерабатывается следующим образом. Сначала она едет, как обычная макулатура, просто особенного сорта на бумажное производство, где при помощи вот такого гидроразбивателя воды без нагрева, без специального использования дополнительной энергии, она просто в виде шредированного материала разделяется, и целлюлозная часть переходит в воду и идет вместе с самой обычной макулатурой на обычное бумажное производство, обычное это гофротара, а оставшиеся так называемые полиалюминия, смесь алюминиевой фольги, тончайшей которой есть в нашей упаковке для безопасности продукта, как раз, которая обеспечивает вот эти длительные сроки годности. И полимерная часть, она отделяется и едет на переработку в другое место, компания Инвестал, тамбов, из которых делается полимерная гранула, которая очень хорошо на рынке себя зарекомендовала. Вот такие, например, вы можете видеть конечные продукты из упаковки Тетропак, и даже, кстати, вот книги, например, которые мы выпускаем вместе совместно с некоторыми издательствами. Это и ручки, это и целлюлозные добавки в дороги специального покрытия, вот, например, к футбольному чемпионату такие дороги активно строились, эковата для стройматериалов, скамейки, тоже из полимерной гранулы, гофрокартон, и вот такие панели, которые вы можете увидеть и на банках, и на ритейле, и на автозаправках, они внутри содержат полимерную гранулу, в том числе из нашей упаковки. То есть, в общем-то, это на каждом шагу сейчас уже присутствует, и мы с нашей помощью с 2015 года по нынешний год было запущено четыре перерабатывающих предприятия в России, которых сейчас более чем достаточно для всего, что в России сейчас раздельно собирается. Но это не единственный экологический вызов, который у нас есть, и обычно я говорю об этом одна на различных конференциях. Сейчас счастливое исключение, слава богу, сейчас мы заговорили об изменении климата, и просто как эколог хочу сказать, что на самом деле, если абстрагироваться от того, что обсуждается в СМИ активно, самая острая проблема экологическая, которая стоит перед человечеством сейчас, это действительно изменение климата. И если вы посмотрите вот на эти цифры, российские я специально привела, источника 2, это отчет WWF, и также очень интересный отчет, всем рекомендую, который называется прогноз 2030, сейчас уже вышел прогноз 2036 от Министерства экономического развития. Там вы можете увидеть множество убедительных цифр. Так, к примеру, темпы глобального подземления в России на самом деле выше среднемировых, причем значительно выше. И вот те самые экстремальные погодные явления, которые вы наблюдаете, наводнения в частности, они напрямую связаны с изменением климата, многие из них. За последние 20 лет их количество и частота удвоилось. И вот такая оценка Министерства экономического развития о том, как это может повлиять на нашу экономику. В общем-то, очень такие значительные цифры, как вы видите. Как это снова отражается на нашем бизнесе? Во-первых, мы постоянно заказываем исследования, так называемые LCA, оценка жизненного цикла упаковки, для того, чтобы понять, насколько те или иные форматы нашей упаковки лучше или хуже с точки зрения изменения климата. Мы сравниваем их с другими материалами, и здесь, благодаря именно высокому содержанию картона, возобновляемому ресурсу, всегда у нас очень хорошие цифры по сравнению с альтернативами. И где бы мы их не измеряли, в том числе в России, с точки зрения изменения климата, здесь мы всегда выигрываем. Но мы не хотим на этом останавливаться, ведь у нас тоже есть полимеры в составе, у нас есть алюминиевая фольга в составе, у них есть свой функционал, в первую очередь связанный с безопасностью, пищевой безопасностью, но это не значит, что надо оставить все как есть, мы стремимся к тому, чтобы все компоненты нашей упаковки были из возобновляемых ресурсов. Мы уже сейчас ищем замену алюминиевой фольге, чтобы с одной стороны не идти на компромиссы пищевой безопасности, с другой стороны найти более экологичный материал с теми же функциональными требованиями. То же самое с полимерами. Вот в частности то, что уже сейчас даже в России доступно, это упаковка инновационная Тетрапак с использованием полимеров из возобновляемых ресурсов, в частности из сахарного тростника. Сейчас пока ни одного запуска у нас здесь не состоялось, потому что наши клиенты это производители напитков, крупные компании, и это их решение в конце концов, какую упаковку они выберут. Но тем не менее мы надеемся на первый запуск в ближайшее время и очень бы хотели вместе с партнерами двигаться в этом направлении, потому что, к примеру, если вы замерите вот этот СО2 углеродный след такой упаковки, он уже на 20, а иногда даже на 30% ниже, чем в нашей стандартной упаковке, именно благодаря тому, что мы уходим от обычных полимеров, которые делаются из нефтепродуктов через деривативы нефтепродуктов к полимерам, которые буквально выращиваются из сахарного тростника. И еще последний аспект, который я хотела бы здесь осветить, чем хороши возобновляемые ресурсы, почему мы так активно хотим двигаться именно в эту сторону, потому что, в принципе, у нас есть еще одна экологическая проблема в сокращении ресурсной базы. В общем-то, природные ресурсы постоянно сокращаются, и мы как человечество это статистика, которую заказывает Всемирный фонд дикой природы WWF для расчета каждые два года. Мы сейчас потребляем в 1,7 раз больше ресурсов, чем планета успевает восстанавливать. То есть, природные ресурсы, их база постоянно сокращается, что означает дефицит уже сейчас и в будущем более заметный природных ресурсов, соответственно, снижение уровня жизни в первую очередь для наших будущих поколений. И самое интересное, что если вы посмотрите на российскую цифру, то она в два раза выше. То есть, мы как страна потребляем в три раза больше природных ресурсов, чем планета способна восстанавливать. Вот такая вот статистика, которую тоже стоит принимать во внимание. И резюмируя предыдущие слайды, почему мы так активно фокусируемся на возобновляемых источниках сырья, это возможность сократить потребление пластика в целом и в частности в нашей упаковке стандартного пластика со всеми нюансами. Это возможность сократить влияние на климат. И, кстати, мы совершенно недавно в июне, как компания, сделали официальное заявление, что мы берем на себя обязательства к 2030 году все наши операции будут климатически нейтральными. Недавно прозвучал тезис, что невозможно без ущерба. Мы стремимся к тому, чтобы это было без ущерба. И к 2030 году операции именно в нашей цепочке поставок должны стать климатически нейтральными. И, как я уже сказала, это возможность сохранить природные ресурсы и уровень жизни для будущих поколений. Собственно, вот что я хотела сегодня рассказать. Дина, спасибо вам огромное. Я попрошу вас вернуть слайд изменения климата, ключевой экологический вызов современности, если возможно, потому что он является прекрасным мостиком и к Ларисе, к тому, о чем она будет говорить, и к Павлу в том числе. Поэтому предлагаю оставить вот это прекрасное изменение климата Ларису, потому что, смотрите, темпы глобального потепления превышают среднемировые в России в два с половиной раза. Много-много статей я читала относительно того, что в том числе и бактериологическую проблему это может вызвать. Вирусы, которые, например, в ледниках скрыты, могут вдруг оттаять и распространиться в том числе. Поэтому хотелось немножко бы уйти в сторону, скажем так, направления, связанного с бактериальными рисками, экологическими, с вирусными вызовами, которые в этом и не только. И, наверное, готовности нашей системы здравоохранения и ее будущего по отношению к тому, с чем мы сейчас сталкиваемся, особенно на фоне пандемии коронавируса, которую в этом году уже наблюдали. Лариса, вам слово. Спасибо огромное. Вы знаете, ведь люди открытая система, они взаимодействуют с природой, со всеми ее факторами, и с физическими, и с химическими, и с биологическими, и с информационным загрязнением. И все это, безусловно, очень сильно влияет и на состояние здоровья, и на психическое здоровье, и на физиологическое здоровье. Поэтому, безусловно, и проблемы изменения климата, физические факторы, и проблемы загрязнения окружающей среды, всевозможные токсические воздействия, и, безусловно, биологические опасности наряду с невероятным давлением информационного загрязнения среды, все это будет определять состояние здоровья. Вообще, так, у меня есть возможность переключать. Вообще, удивительное дело, в августе прошлого года, в 19-го года, впервые был издан так называемый рейтинг глобальной готовности к эпидемиям. Вот, странно, но озаботились наши коллеги как будто что-то предвидели. Да, и оценивая довольно многофакторно состояние и систем здравоохранения, систем межведомственного взаимодействия и МЧС, и в том числе состояние окружающей среды, во многом определяющее общий статус здоровья населения, поставили на первые места с точки зрения готовности, как вы видите, Соединенные Штаты, Великобританию, Канаду и европейские страны, Россия, Индия, Китай, там занимают позиции начиная где-то с 70-х и так далее. А вот интересно, после текущей пандемии вообще были как-то пересмотрены результаты вот этой глобальной готовности? Ну, что пока они еще думают, каким образом объяснить, почему этот рейтинг выглядит прямо противоположным образом, если посмотреть Реальные картинки происходящего в мире? Потому что, да, ровно те страны, которые вот там вот выделены и оказываются где-то в середине списка, страны БРИКС, на самом деле демонстрируют самую высокую активность в тестировании и достаточно низкий уровень смертности, существенно, во много раз и даже десятков раз иногда, более низкий, чем уровень смертности в лидерах этого рейтинга. Поэтому, говоря о рейтинге, всегда нужно понимать, что за ним стоят совершенно особые интересы, но нам необходимо, тем не менее. Очень серьезно посмотреть на то, что внутри вставлено, нам, кстати, есть полезные довольно моменты. А насколько это объективно, насколько можно доверять данным, которые представлены на этом рейтинге? Не нужно этому доверять, на это нужно ориентироваться. Там действительно представлены моменты, которые, возможно, нам следует подтянуть в частности взаимодействие, открытость, например, органов власти с населением, умение выстраивать диалог, умение обосновывать свои решения и формирование более эффективных методов взаимодействия между различными службами в том числе. Ну и, безусловно, состояние системы здравоохранения, которая действительно в рамках этой пандемии подверглась достаточно серьезному уроку и достаточно серьезному испытанию. И надо понимать, что все изменения, происходящие на Земле, экологические в первую очередь, безусловно, так или иначе, влияют на уровень биологической опасности. Экология, несомненно, является преддиктором развития новых, в том числе, проблем и биологического характера тоже. Посмотрите, пожалуйста, вот здесь представлен прогноз тех проблем с здоровьем, которые будут у нас двигаться к сороковому году. Синяя – это все-таки неинфекционная заболеваемость, красная – это инфекции, они тоже будут нарастать, но все-таки неинфекционная заболеваемость будет сохраняться как главный приоритет проблемного поля человеческого существования. И, безусловно, системам здравоохранения необходимо выработать все подходы, которые позволяют предотвращать то, что предотвращается, и лечить то, что можно лечить. Нам необходимо, действительно, учитывая тот груз болезней, который кратно будет возрастать в течение ближайших 15 лет и будет накладываться дополнительным бременем на те проблемы экономики, которые связаны с экологическими проблемами, с проблемами изменения климата, загрязнения, проблемами развития новых социальных отношений и информационной нагрузки, которая меняет психологические особенности человеческих отношений. Изусловно, объективные показатели клинические и также необходимо будет каким-то способом купировать. При этом сама система здравоохранения, вся мировая, не только российская, имеет совершенно одинаковые проблемы, которые необходимо учитывать, формируя новый образ медицины будущего. Безусловно, старение населения, безусловно, изменение структуры заболеваемости, изменение иммунного статуса, изменение в том числе физиологических особенностей, связанных с взаимодействием человека с изменяющейся окружающей средой, существенно увеличивают потребность в ресурсах, потребность в технологическом обеспечении, в эффективном использовании информации, и необходимо выстраивать как можно больше инновационных технологий, которые позволяют достигать лучших результатов там, где их еще не удается достичь. При этом плохое здоровье это существенный удар в мировой экономике, расширение доступа к современным медицинским технологиям снижает потери экономики от неинфекционных, инфекционных заболеваний, от других болезней, и развитие здравоохранения, использование современных технологий позволило бы увеличить мировой ВВП к 40-му году на почти 12 триллионов долларов за счет уменьшения преждевременной смертности, заболеваемости, участия общества в охране своего здоровья, в коммуникациях, и от увеличения производительности труда. Вообще надо сказать, что возврат вложений в оздоровление это не только деньги, это предотвращенные преждевременные смерти, и 10 дополнительных лет здоровой жизни каждому, когда 65-летние через 10 лет чувствовали бы себя так, как 55-летние. Вот то, что могла бы сделать медицина, если бы она развивалась в тех форматах, которые требуют от нее населения. Ничто другое в сфере человеческих отношений не меняется так быстро и ожидаемо не будет другим, как мировое здравоохранение. Это достаточно очевидно. А сейчас по каким канонам движется здравоохранение? По разным канонам движется. Пока здравоохранение во всех странах занимается одной проблемой, сфокусировавшись на ней, но это не меняет совершенно те тренды, которые начинались до пандемии и которые в пандемию в некоторых странах проявили себя наилучшим образом. То есть по сути здравоохранение не обращено лицом к потребителю? Нет, это не так. Здравоохранение в некоторых странах обращено к потребителю и это является основной характеристикой современной системы здравоохранения. Впервые в этом году агентство Гартнера опубликовало прогноз развития технологий, разделив их на две части. Это очень пересекается с тем, что говорил Рашид, между прочим. Вы видите здесь две части. Тенденции, ориентированные на людей, то, что должна делать вся система социального обеспечения человека, естественно, и автоматизация использования всего опыта человечества и демократизации экспертизы, то есть открытость полная, усиление возможностей и прослеживаемость, но также умные пространства, то есть то, что его окружает и то, что обеспечивает ему сохранение здоровья. Впервые Гартнер разделил тенденции вот таким вот образом. Здесь в цикле развития различных технологий здравоохранения много нового, оно слева, и то, что так активно обсуждается сейчас, выходит на плату продуктивности, это справа, и удаленное тестирование, которое мы очень активно начали использовать во время пандемии, машинное обучение, симптом чеки, распознавание изображения, онлайн-терапия, все это уже по сути так или иначе входит и в нашу жизнь, и во многом в жизнь уже вошло во многом в жизнь разных стран. Вообще, надо сказать, что разговоры о будущей системе охраны здоровья, о будущей медицине вообще ведутся очень большим количеством специалистов, кому только не лень, все об этом говорят. Главное, здесь основной идеей является конвергенция всех тех новых технологий, которые присутствуют сегодня в мире, так называемые NBIC-технологии, нано, био, инфокогна, когда все это объединяется и создаются совершенно новые представления о том, что такое наука о жизни, что такое биология, что такое медицина. Вот для примера, например, цифровизация, о которой мы так активно сегодня говорим, те технологии, которые в ближайшее время поменяют систему здравоохранения. А что касается России, немножко адаптивы, это под российский опыт, потому что я смотрю тут сети передачи данных 5G, но у нас много где, например, еще не развернуты, там аналогичные виртуальные реальности, робототехника. Это все выглядит пока немножко таким... А вы посмотрите ключевое слово здесь в названии будущая модель здравоохранения, но на самом деле... Будет ли она относиться и к России тоже? Конечно. Вот мне кажется, Рашид тут тоже может... Почему нет? Россия на самом деле с точки зрения цифровизации находится в авангарде собственно мировых стран и тут нужно не заблуждаться. Те же самые, кстати, технологии вы видите и в прогнозах Форбса. Все, почти все из этого так или иначе либо присутствует уже в повестке дня наших компаний, либо вот-вот там появится. Мы ни в коем случае не отстаем, поэтому не нужно здесь заблуждаться. И ключевые тренды, которые представлены в прогнозах международных агентств, вот они здесь, ничуть не меньше представлены и в прогнозах научно-технологического развития России. Мы видим, что все эти инновации так или иначе рассматриваются и уже отрабатываются наукой в Российской Федерации. Вообще наука глобальная вещь, и поэтому, что бы мы там ни говорили, какие бы геополитические процессы не происходили, в рамках научного взаимодействия продвигается процессы значительно быстрее и конструктивнее, чем это происходит в рамках политических. Вот Рашиду, наверное, есть что добавить, он говорит про экологические. Очень хорошо, да. Отлично, прекрасно. Мы немножко позже тогда, да, мы, говоря, о будущих профессиях, все-таки очень хочется сосредоточиться на том, что есть технологии, которые поменяют будущую систему здравоохранения. Она действительно станет иной, и вы видите, как много технологий, которые уже сейчас на нее влияют, но, скажем, предсказание о том, что 20% работы врачей будут делать роботы, или 30% случаев лечения будут предусматривать индивидуальную терапию. Это все уже у нас уже присутствует, и мы все это так или иначе ощущаем, по крайней мере, при лечении ковида. Исключительно индивидуальные подходы только срабатывали, к сожалению, единых стандартов лечения не удавалось сделать, и поэтому клиническое мышление наших врачей оказывалось наиболее важным. А здесь представлены те технологии, которые уже в принципе есть в мире, и которым хотелось бы найти место и в российской действительности. Их много, они действительно требуют совершенно других компетенций от людей, которые участвуют в системе здравоохранения. Каждый из этих технологических трендов это определенная профессия, это определенный набор знаний, это определенный набор умений, и безусловно будущее здравоохранения это совершенно другая экологическая система, экосистема, которая строится на иных отношениях между обществом и человеком в целом, и которая формируется на совершенно других ценностных основах. Будущее здравоохранение это пациента ориентированная система здравоохранения, учитывающая новые потребности всех людей. Вы посмотрите, на самом деле вот те новые мегатренды, которые никоим образом не обойдут Россию, потому что новые поколения Х, Y и совсем юные Z имеют иные ценностные ориентиры, чем, скажем, молчаливое поколение и отчасти чем поколение бэби-бумеров. И все эти поколения нуждаются в совершенно индивидуальном подходе в формировании их отношения к своему здоровью. Они хотят жить в чистом, экологически чистом, хорошем и позволяющем развиваться мире. Попробовать все, новый опыт. Этика как стиль жизни, в том числе экологическая этика, зеленый, здоровый мир, это становится потребностью нашего населения. Поэтому хотим мы или не хотим, повестка дня любого правительства будет меняться и должна учитывать эти новые тренды. Лариса, здесь про новые тренды, тогда вот какой вопрос. Весь мир и Россия тоже столкнулись в период пандемии с неким новым вызовом. Вот в будущую систему здравоохранения как имплементируются такие вызовы? Есть понимание, как будем встраивать? Я же говорила о том, что умное окружение это один из трендов развития современной современной медицины. Умное развитие медицины это прежде всего ориентированное на биологическую безопасность в медицинском учреждении. А что подразумевается тогда под этим умным окружением? Разделение потоков, быстрое тестирование, использование различных гаджетов, в том числе для быстрого определения токсического или биологического агента с быстрым, естественно, с помощью возможного искусственного интеллекта либо просто клинического мышления врачей быстрого купирования этой проблемы. Умные госпитали это ситуация, когда больного можно изолировать, когда можно обеспечить ему безопасное пребывание, когда можно обеспечить своевременное лечение быстрое, поэтому такого рода технологии это основа будущей системы здравоохранения. Телемедицина как один из инструментариев безусловно. Вообще все, что касается e-health, так называемого электронного здравоохранения, это использование мобильных гаджетов, это использование и онлайн-опросников, и онлайн-чекеров, то есть системы быстрой диагностики. И безусловно... То есть правильно я понимаю, что в недалеком будущем мы с помощью собственных мобильных гаджетов можем проводить самотестирование, что ли, и определять... на самом деле... На самом деле чекапы, безусловно. Вы знаете, я же пролистнула, а там были как раз устройства, в том числе мобильные скарификаторы, которые позволяют на телефоне взять, собственно, анализ крови, умные унитазы, которые позволяют сделать этот анализ, здесь же умное зеркало, которое позволяет оценить по состоянию лица некоторые диагностические вещи. Такого количества устройств, которые появляются сейчас, наверное, ни в одной другой отрасли просто нет. Медицина с точки зрения экономики является так называемой шестой волной Кондратьева, то есть тем направлением, которое поменяет все экономическое развитие страны. Первая волна это пар, паровые машины, вторая волна это химический синтез бутлеров и все, что вокруг, третья волна это автомобильная промышленность в середине 20 века, четвертая волна авиастроения, самолеты, ракеты, пятая волна компьютеризация и шестая волна науки о жизни. А науки о жизни это экология, это биология, это медицина. И понятно, что все это вместе определяет, какой должна быть эта медицина в рамках современных требований человеческой жизни. Вот она какая. Максимально роботизированная, я так понимаю. Компетенция, использование бигдата, социальное, использование социальных сетей. Мы хотим жить весело и дружно, веселые, игровые технологии, безопасные, персонализированные, конечно, открытые и влияющие на поведение. А что мы ждем от медицины? Что она будет прогностической, что она позволит восстанавливать утраченные функции, регенеративные, замещающие то, чего выпадает, повышающие производительность труда и улучшающие жизнь. Безусловно, если все случится, если мы сумеем правильно дать отпор тем вызовам, которыми сталкивается человечество, физическими, химическими, биологическими и информационными, то, наверное, в ближайшем будущем мы будем говорить о совершенно других вызовах, уже юридических, о статусе человека, наделенного возможностями совершенно другого уровня, и, наверное, мы будем говорить о каких-то новых решениях, которые, как мы понимаем, наши замечательные крупные предприятия находят достаточно успешно. Что касается пандемии, да, безусловно, главное, что должны понимать наши работодатели, социальная ответственность это то, что позволит сохранить работников, сохранить их лояльность, сохранить их здоровье и, возможно, сохранить экономические основы существования бизнеса. Поэтому продолжаем слушать те рекомендации, которые нам дают, и их выполнять. Лариса, спасибо большое. Я предлагаю сразу немножко, чтобы Рашид, да, немного сразу, потому что иначе мы уйдем сейчас к Павлу, а это значит, что уже углубимся, скажем, в те процессы, которые происходят в бизнесе, в экономике в целом, связанные с экологическими факторами. Можно выключить презентацию. Вот можно включить Рашиду микрофон и в таком случае, да. Спасибо. Лариса, ну, я, во-первых, прямо аплодирую. Я вашу уже посмотрел презентацию, у нас был чат, да, Наташа организовала предварительное знакомство, это очень было полезно, потому что я восхищен данными, и как это сформулировано, как это прям вот, и выслушал вас, как на лекции был, да, согласитесь? Было очень интересно, конечно. Некоторые вещи, которые я для себя отметил, грузы болезней, действительно, мы с ними сейчас, мы понимаем примерно сейчас про Россию, про сегодняшний день. Мы понимаем, где какие болезни характерны для каких предприятий промышленности, в каких регионах, в какой локации, но у нас до сих пор нет методики оценки воздействия этих веществ на здоровье человека, то есть какие вредные вещества, как влияют, как оценить, и, соответственно, какие решения принимать. Вот эта задача у нас, у нас в проекте экология, за Роспотребнадзором, мы сейчас следим за тем, чтобы эта методика была как можно быстрее выпущена. Цифровизация, практический блокчейн, мне очень понравилась формулировка, практический блокчейн. А где мы можем применить сегодня? Это я опять к сегодняшнему дню. Это общественное слушание, когда реализуется инвестпроект, когда строится какой-то завод или предприятие, и когда есть понимание, что население, а население у нас должно обязательно высказать свою позицию, социальную лицензию, так называемую, выдать, и дать инвестору зеленый свет на то, чтобы этот проект был реализован, был реализован, чтобы не было конфликтов социально-экологических. Вот блокчейн можно применять. Это прозрачно, безопасно и объективно. Одно время очень активно пытались имплементировать, например, смарт-контракты в разные области российской экономики и прочее. Вот здесь тоже возникает вопрос относительно того, насколько действительно прозрачно, если пока у нас это находится в зачаточном состоянии. Ну, это вопрос еще нормативки, ведь надо еще и нормативную базу поменять, чтобы были такие возможности. Но мы сейчас все-таки с вами визионеры во многом, да? Мы сейчас формируем некие тренды, правильно? Смотрим, что можно предложить, что можно сделать. И по рейтингам, я согласен, тоже к рейтингам вообще нужно относиться очень аккуратно, потому что рейтинг — это инструмент влияния, особенно в экологии. Очень чувствительная сфера. И как только ты провел рейтинг и каких-нибудь 10 регионов, субъектов или компаний поставил аутсайдерам, жди звонков, жди встречных каких-то... Возвращаясь к первому слайду, да, рейтинг глобальной готовности к эпидемиям 2019 на первом месте — Китай, 48,2, от которого, собственно, и пошли все беды в 2020 году. То есть за год все поменялось. И надо очень внимательно относиться, трепетно относиться к методикам, к методологиям подготовки рейтингов, да, на каких данных... А может быть, это как раз человеческий фактор? Был рейтинг Блумберга, по которому Россия была совершенно неэффективна в здравоохранении. Помните, сколько скандалов по этому поводу было. Абсолютно некорректно. Некорректно. Абсолютно политизировано. Политизировано, да. А вы смотрите, опять же, переходя в новую цифровую эру, ведь сейчас рейтинги составляются как раз людьми, человеческий фактор, могут быть разные вещи. Все зависит, в чем измерять, в попугаях или в удавах, понимаете? Поэтому нужно точно и правильно выбирать индикаторы. Ну и достоверность первичных данных нужно тоже понимать. Соответственно, если это все будет собирать искусственный интеллект, который не предвзят, то, может быть, это будут объективные рейтинги в конечном итоге. Еще несколько, позвольте, да? По профессиям, вот, на мой взгляд, климатолог теперь напрашивается в каждой компании, чтобы был климатолог, который оценил риски компании, бизнеса. Это мы плавно уже перешли к финальной части Блиц-опроса. У нас должен быть по будущим управленческих профессий. Ну, хорошо, давайте, Рашид, тогда... Я рефлексирую относительно презентации. Давайте, климатолог. Чем он будет заниматься? Вы попросили управлять рисками. Он должен понимать, как компания может быть встроена в глобальную повестку, в локальную повестку, какие мероприятия, какие программы могут быть, какие инвестиции. Может быть, не климатолог, а социальный эколог? Нет, это, по-моему, сложнее. А вот версия Ларисы, социальный эколог. Я предлагаю эту дискуссию немножко перенести на конец нашей сессии. Окей, я тогда предложу более, может быть, что-то нейтральное. Это, например, в каждой компании, на мой взгляд, должен быть вице-президент или зам Гендира по устойчивому развитию. Вот если... Может быть, так. Но это уже ближе к тому, что сейчас тоже присутствует компания. И еще относительно мегатренд, я там уже давал комментарии, мегатренд, где про этику, мне кажется, вот, да, экологическая этика, но больше, наверное, подходит экологический образ жизни, как стиль жизни. Зеленый стиль, да, да. Но это от человека, это не просто этика, а это некая активная позиция. Не пассивная позиция быть аккуратным, этичным, а активно действовать. Это на самом деле так, потому что потребность в зеленом этическом поведении это тоже один из современных трендов. По крайней мере, для молодых поколений это становится очень ценным. Спасибо большое. Мы еще обязательно вернемся и к этой дискуссии относительно будущих профессий, климатолог это будет, либо социальный эколог. Но сейчас мы немножко перенесемся в сторону все-таки бизнеса и экономики, потому что все факторы, которые мы сейчас обозначили, они сводятся в том числе и в единую концепцию, а как же это все влияет на экономику в целом и на бизнес, движущим мотором которого является человек, на которого влияют, воздействуют, в том числе экологические факторы. Так вот, Павел у нас сегодня будет отвечать, скажем так, за связь климатических изменений и влияние на бизнес, на экономику. Павел, передаю вам слово, пожалуйста. Спасибо большое за возможность выступить. Я коротко скажу, знаете, я столкнулся с климатом в разрезе бизнеса уже давно. Мы строим там более 10 лет, более 70, чем в субъектах Российской Федерации, поэтому очень хорошо знаем, что такое пожары, что такое наводнение, ураганы. И поэтому я так думаю, что, наверное, мои наблюдения, которыми я сейчас поделюсь, они будут звучать абсолютно в унисон со всеми выступающими. Но ведь, тем не менее, хотел бы остановиться на таком действительно крайне важном биоэкологическом факторе, который, я согласен, с выступающим по всей вероятности в ближайшие годы будет занимать все большую долю в матрице и в процессах принятия решения, это изменение климата. И вы знаете, здесь что интересно, вот доводские эксперты на прошедшем своем рабочем семинаре отметили, что по вероятности разрушительного ущерба, который наносит изменение климата и соответствующие природные катаклизмы, фактически это сравнимо с применением оружия массового поражения. То есть, ну вот смотрите, примеры по прошлому году, да, Рашид уже тоже отмечал, например, было порядка 15 катастроф природного характера, каждая из которых стоила более одного миллиарда долларов. Причем семь из них потянули аж на 10 миллиардов каждый. Больше всего досталось Соединенным Штатам, Индии, Японии, Юго-Восточная Азия. В 25 миллиардов обошлись пожары в Калифорнии. Два тайфуна в Японии теперь потянули уже на 24 миллиарда. То есть, суммы колоссальные. Конечно, и России достается, да, у нас в одном месте там в Новосибирской области все залило на 35 миллиардов, одновременно в Иркутской все горит. То есть, у нас полный набор. Вот бы объединить эти два региона, да, залить то, что горит, было бы прекрасно. К сожалению, вот, то есть, у нас в этом отношении у нас полный диапазон, да, то есть, выбирай все, что хочешь. И крайне интересно было бы на перспективу посмотреть, как та климатическая база, да, которая уже сейчас накоплена, какие использовать модели для того, чтобы эти данные климатические конвертировать, прежде всего, в те физические риски, с которыми мы потенциально будем сталкиваться, и сколько же нам это будет стоить. Сейчас климатологи выделяют, наверное, пять основных климатических рисков, и, знаете, так, если на вскидку, может, они кажутся и не такими-то и опасными визуально, да, то есть, ну, прежде всего, как говорили, это повышение температуры, уже глобально повысилось на 1,1 градуса, к 50-му году, думаем, что повысится от 1,5 до 5 градусов плюс. Вы знаете, сегодня ехал тоже на нашу конференцию, листаешь новости и смотришь, да, в Гренландии сегодня откололся огромный кусок айсберг поплыл, площадь 110 квадратных километров. И тут же в статье интересно пишут, что в целом за прошлый год таяние ледников привело к тому, что уровень мирового океана поднялся на полтора миллиметра. Интересно, то есть, такие масштабы, конечно, глобальные. То есть, повышение температуры. Второе, это тепловые волны, это серьезное такое воздействие на человека, то есть, это потеря рабочих часов. Считается, что если дневная температура рабочая свыше 34 градусов, три дня, вот это называется как бы тепловая волна. Ну, засухи понятно, то есть, они будут распространяться как географические, так и время, проведенное в них. Обильные осадки и ураганы. Ураганы, это вот ветра свыше 30 метров в секунду. Ну, какие, что объединяет вот эти вот основные риски, которые, как бы, квалифицировались сегодня климатологами. То есть, прежде всего, это то, что они начинают ускоряться. Вот, и, соответственно, их экономическое влияние тоже растет. То есть, если раньше, например, ураган, который может нанести ущерб 100 миллиардов, происходил один раз в столетие, то сейчас уже раз 50 лет. Вот, вот, до меня вот рассказывали неоднократно, да, что постоянно в прессе у нас в информационной ленте даже по России вот это количество наводнений, половодий, ураганов, даже торнадо появилось, да, вот, по России оно тоже растет. Второе, это системность этого риска. То есть, локальная, какая-то климатическая катастрофа в одном регионе ввиду географической связи экономики может аукнуться совершенно другом, да, то есть, если ваш производитель находится в Китае комплектующих, то есть, его там накрыло ураганом, то с высокой долей вероятностью ваш бизнес тоже в России тряхнет. У нас, у нас даже ситуация была несколько иная, то есть, условно говоря, мы строим, предположим, объекты для своей клиентуры, так получилось так, что, например, из-за пандемии, а здесь ситуация, они, есть определенное сходство, да, этого физического воздействия климата и пандемии, то есть, ты результат видишь негативный сразу. То есть, у нас, предположим, бизнес шел неплохо, у наших клиентов затормозились поставки из Китая и опосредованно мы потеряли на этом. То есть, такая цепочка системности, она очень интересна. Да, вот здесь, Павел, можем мы немножечко остановиться более подробно, потому что, говоря о бизнесе и о том, как влияют вот эти, сейчас мы и пандемию тоже берем в расчет, например, та самая логистика, поставки, каким образом можно учесть это в модели своего бизнеса на будущее, вот может быть, как-то застраховать такие риски, что сделать? Вы знаете, на мой взгляд, здесь весь бизнес заточен на эффективность, прежде всего, а не на стрессоустойчивость, к сожалению. Ну, а какой эффективности можно говорить, когда у вас нет поставок и вам нечего, собственно, не на чем бизнес-то свой вести, например, в период пандемии? Ну, вы знаете, то есть, мне так кажется, что со временем, если такие ситуации, не дай бог, будут учащаться, раз, во-вторых, если все-таки эти риски постепенно мы будем просчитывать и закладывать в наши бизнес-модели, конечно, мы тогда первое, что будем вероятнее думать о том, что резервы надо иметь побольше, особенно по социально значимым товарам, которые имеют значение для больших, там, городских агломераций, вот, с точки зрения бизнеса, ну, здесь, как бы, инструменты достаточно на поверхности простые, но просто очень дорогие, да, ищи другого поставщика, если это возможно, но сейчас... Ищи другой путь, обходной поставок. Ищи ближе, да, но это настолько сейчас ситуация и поставки уникальна, что это весьма затруднительно. Натуральное хозяйство ведь не сделаешь в каждой стране, поэтому мы все все равно повязаны, как бы там ни было. Абсолютно точно, это продовольственную безопасность, как-то можно заранее, наверное, создать резервы. Но опять же, что касается вот таких потребностей именно бизнеса... Нет, давайте уроки пандемии мы все-таки немножко обсудим позже, потому что, действительно, человечество найдет эти решения, исходя из тех ошибок, которые совершил сейчас. Просто куй железо, пока горячо, раз был такой пример, то нужно хотя бы начать думать в направлении того, а как же обезопасить себя в случае, если вдруг такое произойдет. Вот поэтому, Павел... ранняя детекция и устранение риска. Да, то есть, но, знаете, если действительно думать о том, что же можно сделать с этими климатическими рисками, то, наверное, напрашивается как бы два решения. Первое, если ты знаешь об этом, то ты уже будешь вооружен. То есть, соответственно, необходим более четкий анализ. То есть, пока, честно говоря, наши модели, прежде всего, бизнеса, да, смотрят достаточно поверхностно на изменение климата. И поэтому, зачастую мы даже не учитываем эти риски, пока, условно говоря, гром не грянет. Понимаете, вот такая позиция. То есть, это как бы первое и, наверное, основное направление. То есть, вероятно, здесь что может выстрелить или как бы когда же эти климатические риски могут сработать? Ну, здесь, наверное, два драйвера может. Первое, это на уровне государства, да. Если, не дай бог, после каких-то климатических потрясений раз, или, например, меняется конъюнктура в правительстве, блок зеленых стал более весомую позицию занимать, правительство может попытаться в превентивном порядке поменять регуляторику. То есть, по-другому оценивать или заставить рынок по-другому оценивать те или иные риски. Ну, вот как есть определенные резервы в банковской системе, да, так и в бизнес может поменяться применимая регуляторика. Но это, в принципе, очень серьезно тряхнет все рынки, потому что реально получится, что ваш актив упадет в цене раз, потому что будут определенные требования повышенные к нему, а с другой стороны обслуживание для вас этого актива финансовое, когда вы обратитесь за долговым капиталом или за страхованием, станет значительно дороже. То есть, такой стресс, он достаточно опасен. Вторым триггером может явиться сам рынок. То есть, когда большое количество участников рынка, да, вдруг решат переоценить риск изменения климата, климата, соответственно, они достаточно быстро переоценят и активы. Это таким же потрясением будет для рынка. Поэтому, условно говоря, первое направление это правильное моделирование климатического рынка, но здесь, честно говоря, мне кажется, что мы находимся только на первом этапе пути, потому что те модели, которые существуют, в них достаточно много недоработок или изъянов. То есть, не учитываются достаточно большие геопространственные вопросы, то есть, бизнес у тебя находится там в одном месте, но локально, например, твой поставщик, если подведет, то с твоим бизнесом тоже будет плохо. Или, например, многие модели базируются все-таки на тех изменениях климатических, которые еще исторически где-то находятся в базах, то есть, их тоже надо переосмыслять. Скорость изменения климата существенно увеличивается. Ну что, вот это, наверное, такие направления, над чем стоило бы думать. А с точки зрения влияния климата, ну, наверное, у нас есть, можно выделить пять основных таких биоэкологических секторов, где климат будет существенным образом влиять. первое, например, это условия работы, казалось бы, повышение температуры. Это критично, конечно, для открытых пространств. Но для примера Индии, да, ВВП Индии на 50% в 2018 году формировался за счет работы под открытым воздухом. И то есть, если температура растет, если температура растет, то, соответственно, ты должен делать дольше перерывы, соответственно, ты теряешь рабочие часы. И к 50-му году предполагается, что мировой ВВП будет терять от 4 до 6 триллионов долларов, что эквивалент от 2-3% ВВП мирового. То есть, это, в общем-то, колоссальные цифры. Что касается продовольственной системы, здесь тоже, в общем-то, понятно, что не наводнение, ураганы, засухи, все это крайне негативно влияет на землю и на урожайность. И сейчас, в принципе, эксперты выделяют, что очень высокая волатильность урожайности культур, и она с таким отрицательным трендом. Потому что температура может достигнуть таких интересных пороговых значений, когда, например, основные культуры просто не растут. Например, пшеница, чтобы зерно подняться из земли, необходимо, чтобы температура почвы была не выше 24. Выше она там замрет. Если зерно удалось выскочить из земли, следующее пороговое значение 29 температура. Если стебли нагреваются выше 29, то начинается отрицательный рост. То есть она начинает поедать сама себя. А с учетом того, как мы говорили, земной шар начинает нагреваться, особенно его северная часть в большей степени гораздо быстрее, чем южная, эти вещи становятся достаточно серьезными. По зданиям и сооружениям здесь особо-то все понятно. Мы вспомним эти ураганы, которые там в США были. Сэнди нанес ущерб 25 миллиардов долларов. Действительно, мы вспоминаем этих довозских мудрецов с оружием массового поражения. А самый большой харвис 2017 года вообще 125 миллиардов. Отдельно мы занимаемся инфраструктурой. И здесь отдельно можно сказать, что инфраструктура вроде бы если она разрушается при природных катаклизмах, в целом ущерб прямой может быть несколько меньше, чем разрушение зданий и капитальных сооружений. Однако при инфраструктуре срабатывает страшный эффект домино. То есть начинают падать все близлежащие цепочки. Здесь можно вспомнить японскую катастрофу Фукусима 2011 года, когда казалось бы само здание атомной станции выстояло, все нормально. То есть цунами ничего ему не сделало. Но цунами полностью смыло всю энергосистему прибрежного региона. Соответственно отключились все температурные параметры этой атомной станции и она взорвалась. Первоначальный ущерб оценивался 220 миллиардов, сейчас уже от 300 до 700. Но это просто астрономические суммы, казалось бы. По природному капиталу здесь уже мы говорили и о безлесивении. Здесь ситуация в общем-то тоже достаточно прозрачная. Например, общее потепление океана уже сейчас прогрелся всего на 0,7 градуса всего, казалось бы. А уже например, северная Атлантика улов рыбы упал на 30%. К 50-му году прогнозируется, что средние экваториальные моря улов рыбы на 50% упадет. А на это завязаны сотни миллионов, кто с этим работает. Поэтому безусловно, что каждая инфраструктура по-своему имеет свои определенные уязвимости, но тем не менее общий кумулятивный эффект будет колоссален. Пожалуй, если коротко по климату, если это статистику собрать, она является обескураживающей. Тут прослеживается красной нитью проблема голода, с которой мы можем столкнуться при тех изменениях. Не только голода, а чего еще? голода. Есть экспертная оценка горизонт планирования. Миллиард человек у нас будет климатическими беженцами. А куда бежать-то? Более холодные районы, с севера Африки наверх, разумеется, это Европа и мы, наверное. То есть нам надо осваивать срочно север, где-то покупать себе домик. для того, чтобы... Слова пока более холодные. Готовится просто. Вопрос так готов. Мы же прогнозируем, для чего и модели, для чего правильно он сказал, и коллега. Я могу дать просто такое предложение, с которым мы работаем. Это экологическое страхование. Вот инструмент, который может быть полезен для бизнеса, для того, чтобы быть застрахован либо от климатических... А что это за инструмент? Это механизм финансового обеспечения своих будущих потерь. Ты страховку получаешь и, в смысле, ну, страховываешься и в случае, допустим, экологической аварии, такие, как у нас происходят... То есть это форс-мажорные обстоятельства? Ну, разумеется, да, аварийные, все, что ты можешь заложить, да, ущерб, будущий потенциальный ущерб окружающей среде или ущерб твоим объектам могут быть возмещены. Просто как новое направление конечно оценить вот то, о чем вы говорили. Собственно, цену этого риска, безусловно, и вообще говоря, вклад, скажем, экологических изменений в ситуацию биологической безопасности и сколько это реально будет стоить. Потому что без понимания экономики невозможно сделать и страхование тоже. Оно будет очень дорогим. При том, что это уже явно не случайные процессы, а явный тренд. Тут, в общем, элемент случайности пропадает, поэтому скорее не страхование, это скорее финансовая защита. Финансовая защита, Будет меняться все, в том числе и представление о страховании, конечно, это понятно. Если говорить о будущем, ну мы все признаем, что да, что мы живем уже в тенденциях, уже в каких-то трендах, которые однозначно отражаются. И проблема вот таких разговоров, как у нас сегодня, в том, что мы говорим о том, что происходит. Ну то есть как бы мы следуем за трендом, то есть у нас есть пандемии, у нас есть изменения климата, и мы должны вот так вот менять, вынуждены, вот таким вот образом менять свои стратегии. Мы всего лишь понимаем, что за базис, на котором мы сейчас стоим, для того, чтобы идти дальше в будущее. Согласна. Здесь не могут быть изменения и сражения с негативными тенденциями только на базе одного решения. Мы понимаем, что эффект бабочки в нашем случае работает во много раз сильнее, чем он работал у Брэдбери. У Брэдбери? У Брэдбери. И со своей колокольни, скажу, что помимо системности, несомненно, это цифровизация, о которой мы много говорили в начале, цифровизация, которая позволит как раз отслеживать эти изменения и влияние наших решений на это, и некий уклон в сторону настоящего рециклинга. Когда мы говорим о той же переработке, например, отходов, мы можем говорить и о рециклинге, и о даунсайклинге, и о апсайклинге. Здесь мы должны идти в сторону исключительно рециклинга и апсайклинга, потому что то, что не подлежит следующей переработке, это уже, по сути, такой фьючерс на мусор. Вот еще у Павла было какое-то дополнение. Я хотел бы добавить, что вот по поводу страхования и финансирования, это очень правильное предложение, потому что оба этих института, они должны постепенно менять наше поведение, как мы относимся к климатическим рискам. То есть, конечно, они, возможно, это будут делать больно для нас финансово, но когда мы будем думать, покупать этот дом или нет, когда мы будем обращаться за кредитом и закладывать, мы должны будем оценивать, даже по Подмосковью, насколько часто разливаются водохранилища, сколько это нам потом будет стоить. Это как бы раз. А с точки зрения защиты активов, вот уже сейчас, то есть, как отдельное направление, что делать, помимо того, что закладывать все эти климатические риски в модели и совершенствовать сами модели. По поводу защиты активов, конечно, это вопрос очень дорогостоящий, безусловно. Но, вы знаете, есть определенные такие творческие подходы, вот, например, в Канаде, в Канаде, да, то есть там тоже половодия бывают. И в том случае, если этот регион подвержен достаточно частому половодию, то тебе просто запрещают строить или покупать здесь дом. Если же у тебя есть дом, да, и он подвергся этому половодию, то есть выше определенного уровня ущерба, тебе запрещают его ремонтировать, ты получаешь дотацию от государства и строишь дом в другом месте. Это, например, как управляет государство или комьюнити. Другой пример есть в Голландии. Там, ну, достаточно много рек, мы знаем, да, там с уровнем моря тоже определенный вопрос до сих пор открыт. Вот. Так там что они делают? Они фактически не укрепляют те физические активы, которые находятся по берегам рек. Они вкладывают деньги наоборот в усовершенствование русла рек, чтобы как только уровень воды поднялся, чтобы река справилась с этим, а активы по берегам не трогают. Опять же, прослеживается некая ответственность государства за то, что происходит. Я бы здесь добавила, что в России тоже есть система управления водными объектами, есть водоохранная зона, и при этом, ну, то есть, это зона, в которой нельзя строиться. И ни одна страховая компания не застрахует объект, находящийся вот в той зоне, в которой разлив предположительно, ну, то есть, существуют карты, существуют прогнозы на наводнение обеспеченностью там 0,01, 0,1 процента, то есть, то, которое там раз в тысячу лет и так далее. Между тем, мы постоянно видим, что на Дальнем Востоке, это там, где у нас климат как раз изначально предполагает высокие риски, вот в августе у них мусонные дожди пошли, это сразу затопление, и там раз в пять лет там смывает пару деревень. Каким образом они снова восстанавливаются на этих же местах, в зонах, которые не предусмотрены под строительство? Да, и дноуглубительной работы у русла, рек тоже проводится, то есть, здесь государственная политика однозначно существует, может быть, мало об этом говорится, ну, вот на нашем уровне, людей, которые живут в защищенном городе, которые точно, сейчас уже, я не знаю, точно, не точно, да, не смоет, но вот сама политика есть, здесь вопрос, то, как ее соблюдают люди, я что-то сегодня прямо выступаю по правам потребителей, такой зуб на потребителя. Это абсолютно правильно, потому что у нас есть и сейсмозоны, у нас есть действительно зона экологического неблагополучия, и понятно, что вообще обратить внимание правительства, это одно, но обратить внимание населения на то, чтобы оно формировало запрос к правительству, это совершенно другая история, а понять, скажем, для руководителей предприятия о том, что, собственно, будущее его предприятия, это, в общем-то, правильное, экологически правильное поведение, формирующее биологическую, безопасность и клиническую безопасность работников тоже важно. А вот многие ли компании смотрят так далеко вперед? Мало кто смотрит, я понимаю, что необходимо стимулировать такого рода мышление. Мы, кстати, довольно активно с Фондом социального страхования в свое время рассматривали модель изменения системы страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, меняя коэффициенты в зависимости от степени следования зеленой экономики. Самое эффективное стимулирование это все-таки рублем. Рашид, вам было что-то... Я хотел мысль развить и связать несколько выводов, которые сейчас сделали, в единое такое понимание необходимости защиты от цифрового загрязнения. Прозвучала уже такая история. Мы подвержены влиянию очень сильно и СМИ, кстати, и журналистов, и теми, кто манипулирует общественным мнением, кто влияет на общественное мнение. Есть заказные материалы, заказные исследования, есть крупные финансово-промышленные группы, корпорации, международные, глобальные корпорации, которые могут в угоду своих интересов, могут воздействовать на потребителей или на тех, кто принимает решения. И примеры такие есть. Это тот же самый климат. Ведь есть и позитивные стороны в изменении климата, но мы почему-то всегда говорим, изменение климата плохо. Вот в общем понимании стереотип такой, что изменение климата – это плохо. Ну да, надо менять и стереотипное мышление тоже. Посмотреть, например, что делается в северной части у нас, в арктической зоне. Если будет потепление, мы меньше будем тратить на отопление. У нас северный широтный ход, морской ход будет постоянно работать. У нас будут передвигаться больше грузов. То есть экономика будет, растительность будет меняться, люди будут меньше, может быть, испытывать стресс вот этот, без солнца, без тепла. Надо всегда очень, с научной точки зрения, подходить и всегда оценивать реальную ситуацию. Мне очень нравится эта позитивная нота, на которой мы уже заканчиваем нашу сессию. Но я напоминаю, что у нас еще в конце Блиц-опрос. Вот две профессии будущего, связанные с биоэкологией, мы услышали. Ну и вот предлагаю тогда, Елена, вот как вам кажется, какие профессии, как меняются они в зависимости от биоэкологических факторов? Я предполагаю возникновение как минимум пяти профессий, которые будут высоко востребованы в дальнейшем. Как раз это специалист по изменениям, специалист по системной оценке этого. Но отдельно я бы хотела остановиться на профессии некоего специалиста по предотвращению и решению системных экологических кризисов. Как раз системных здесь ключевое слово, потому что то, что происходит, например, в Тихом океане с пластиковым пятном, это системная проблема, которая не... Это не проблема океана, это проблема близлежащих континентов, откуда этот пластик, собственно, приплыл, и решение его это сразу несколько направлений. Соответственно, отсюда вытекают профессии биотехнолога, отдельно химики и рециклеры. И биотехнологи — это те, кто также смогут разрабатывать и производить продукты, способные заменить те, которых мы лишимся в результате. Потому что, несомненно, у изменений климатических есть положительные стороны и их огромное количество, но эффект бабочки такой, что он приведет к исключению определенных продуктов из нашей линейки. Вот я тогда к Дине хочу обратиться тоже за ее мнением, если Дина еще на связи с нами. Дина, ваша точка зрения на то, какие профессии будущего будут востребованы в связи с биоэкологическими факторами? Вы знаете, у меня даже есть хорошие новости. Вот тут Рашид говорил про климатологов корпорации. Вот перед вами, на самом деле, живой климатолог из корпорации. Потому что, кроме того, что у меня есть роль по устойчивому развитию в ряде стран, у меня есть еще и кластерная роль в Европе за все проекты, связанные с изменением климата. Я отвечаю, это вот моя отдельная функциональная вторая роль к обычной, такой классической роли менеджера по устойчивому развитию. Так что, да, я тут согласна с предыдущими ораторами. В частности, климатическая повестка, если говорить об экологической перспективе, будет однозначно возрастать. Ну, пример тому, не знаю, насколько вы в курсе или нет, недавно, например, большое изменение произошло в европейской повестке тоже, которое, безусловно, я думаю, к нам придет в том или ином виде рано или поздно. Если раньше все говорили только об отходах и о так называемом Circular Economy Package или Single Use Plastics Package, когда все сфокусировано на отходах и, в частности, в большой степени на пластике, сейчас новая веха, это дорожная карта, которая называется Green Deal, и она вся о климате, в частности, об амбиции Европы стать первым климатически нейтральным континентом, и это тоже не просто декларация, это рано или поздно перейдет в область законодательных требований, и интересно, что уже сейчас за этой дорожной картой стоят инвестиции в 1 триллион евро, так что я, наверное, не буду вступать в противоречие с тем, что было сказано ранее. Дина, спасибо вам огромное. Ну что ж, вот два эксперта из нашей сегодняшней сессии считают, что климатолог. У нас еще остался Павел, которого мы не спросили о будущей профессии, востребованной в связи с биоэкологией. Что же это будет? Ну, вы знаете, вот сталкиваясь действительно с такими существенными климатическими изменениями, у меня есть подозрение, что эта профессия будет высоко котироваться уже в ближайшее время. Особенно в компаниях, которые имеют такое масштабное региональное или тем более мировое присутствие РАС, я не исключаю, что такие позиции, как, я не знаю, менеджера или там управляющего по климатическим рискам будет крайне востребовано. Что же касается компаний, предположим, чуть поменьше уровня, то я уверен, что как сервисные услуги они будут прогрессировать, потому что мы все в большей или меньшей степени будем сталкиваться с этими физическими рисками, которые мы ощущаем сразу от изменения климата. Соответственно, мы вынуждены будем их оценивать, не говоря о том, если нас вдруг заставит государство или непосредственный сам рынок. Поэтому я полностью здесь солидарен, что по всей видимости это профессия будущего. Я соглашусь с Павлом, но добавлю его, наверное, я сейчас вот об этом подумал, скорее не профессия, а скорее функциональная роль управления рисками. А как это будет называться, как это будет встраиваться в корпоративную вот эту вот там систему, это мне кажется вторично, управление климатическими рисками. А я добавлю все-таки к Рашиду не только климатическими рисками. Я не случайно говорила про то, что есть еще информационная нагрузка и, скажем, формирование специалиста по социальной гигиене, которая предполагает в том числе и правильную информационную подачу и, в общем, предотвращение поражения из-за абсолютно неправильно подаваемых в том числе в отношении экологических рисков информации, это тоже очень важно. В том числе и для любого предприятия. То есть это должен быть действительно помимо тех специалистов, которые будут заниматься физическим здоровьем, еще должны быть новые профессии в области психологического, социального и коммуникативного здоровья. Спасибо большое. Вот в унисон практически наши эксперты заканчивают текущую сессию. Биоэкологические факторы мы сегодня рассматривали со всех сторон. Я надеюсь, что, уважаемые зрители, вам было интересно, полезно. Мы всех вас благодарим за внимание. Дину благодарим, что она подключалась к нам тоже по видеоконференцсвязи. Спасибо еще раз огромное всем участникам нашей панели. Вот я вам аплодирую, потому что было мега интересно, футуристично и очень полезно понимать, куда же мы движемся дальше. Спасибо профессиональному модератору. Спасибо большое. Всем хорошего дня. Спасибо.